это дарницкий мост киева сами киевляне еще называют его мостом кирпы так вот до 2014 года именно по этому мосту шли поезда в крым потом была аннексия это сообщение прервалось сейчас крым проложили еще одну железную дорогу это железная дорога по керченскому мосту самому длинному в европе и для российских сми это предмет гордости российские журналисты агитируют приезжать в крым и рекламируют железную дорогу это крым реалии специальный выпуск красавица не просто керченский мост уникальные явления нашей жизни я бы сказал религиозная почти мне даже порой захотелось ну немножко так заплакать потому что все ребята это полное соединение это кадры прямой трансляции на ю тубе и крупнейших российских телеканалах владимир путин открывает железнодорожную часть керченского моста все снято как шоу дроны над мостом несколько экшен камер в кабине машиниста поезд трясет но путин доволен президенту поддакивают стиле экранов этот путь называют бархатным рельсы без единого стыка открытие железнодорожного моста главное событие для российских сми журналисты будто соревновались в том кто больше похвалит железнодорожный мост его сравнивали даже с космосом керченский мост уникальные явления нашей жизни я бы сказал религиозные почти главное событие года а может и не только событие историческое полностью открыли этот мост называют мечтой многих поколений все что связано с крымским основ пожалуй можно назвать с приставкой рекордные сооружение что они возвели на века недаром его видно даже из космоса эта операция отдельно войдет в учебники по строительству технологии которые гарантируют что мост простоит сто лет уникально еще больше пафоса и величия в российских политических ток-шоу просто посмотрите на эту красоту но действительно гордость берет мы не можем русские люди а я русский человек чест российский нет я считаю что русскость мы можем жить без великих свершений и это наряду чемпионатом мира с олимпиадой лидер лдпр и депутат госдумы россии владимир жириновский восхвалял русских и унижал другие народы на может ушло металла столько сколько 32 эйфелевы башни французы смогли одну башню с трудом сделать а вот 32 космосе мы поднимаем кого угодно на орбитальную станцию и на земле такого не было еще в истории попросите любую страну на российском первом канале мост сравнивали с амбициозными советскими проектами хотя некоторые из них вошли в историю как провальные это все что можно ставить в один ряд с такими проектами как ба как целина как создание саяна шушенской без ведущий нтв признался что у него есть билеты на поезд на 2 января но в отличие от первых пассажиров ему не подарит фирменный подстаканник гости в студии дали совет есть технология что делать подстаканник я вам подскажу какая технология сейчас покажу так так вот смотрите мне тоже ничего не не подарили вот эту гайку с крымского моста я сам спер рядом с путиным во время открытия железнодорожного моста друг детства и бывший спарринг партнер под дзюдо аркадий ротенберг является владельцем компании которая без конкурса проектировала и строила керченский мост вот его единственное большое интервью журналистка на илья аскерзаде хозяйка самолета и яхты платье за 200 тысяч рублей владимир путин учредил памятную медаль за строительство крымского моста вам наверное первому должны дать за отвагу не знаю как бы продолжили фразу кто не рискует тот тот не строит мост 100 лет постоит я думаю уверены фонд борьбы с коррупцией алексей навального называет ротенберга жуликом и вором а еще королем российских госзаказов владимир путин 18 лет подряд делает все чтобы как можно больше государственных подрядов досталось его другу детства аркадию ротенбергу аркадий ротенберг в свою очередь усердно хапает эти деньги осваивает их и рассовывает по их совместным обшорным счетам вас называют одним из королей госзаказа в сми указывать какие-то безумные цифры это получается какой-то уцененный король мы используем где-то по процентов 15 максимум там 17 рынка мид украины выразил протест из-за визита путина на оккупированный полуостров и запуска железнодорожного движения по мосту в евросоюзе и оон это назвали нарушением территориальной целостности украины а такой была реакция российской блогерши которая переехала в крым после аннексии очень много эмоций и сейчас мне даже порой захотелось немножко так заплакать потому что все ребята это полное соединение главная интрига для тех кто критикует сооружение выдержать ли опоры моста железную дорогу обычно это проверяют так по мосту прогоняют товарники причем максимально загруженные как тестировали железную дорогу керченского моста и надежно ли она нам рассказали российские и украинские специалисты как испытывали керченский мост это не испытание какие методы использовала россия разработки еще советских времен безопасен ли керченский мост я бы никогда в жизни по этому мосту не поехал кадры испытаний керченского моста показали по главным федеральных телеканалах россии вот они эти чудесные кадры это тестовый режим на железнодорожной части крымского моста испытания тяжелой нагрузкой приятная страшно приятная новость никаких нареканий нет испытания проводили в 20-х числах октября на мост одновременно заехали два железнодорожных состава в каждом по локомотиву и по 23 вагона со щебнем длина поезда выбрана из расчета чтобы можно было загрузить целиком арочное пролетное строение это видео мы показали мостостроителю с 40-летним стажем петру ковалю он заметил что не так с испытаниями но об этом чуть позже с момента строительства керченский мост постоянно критикуют мол ненадежен и в этом месте его строить нельзя юрий медовар геолог обладает данными гидрологии дна керченского пролива сейчас как и в 2016 убежден мост и железная дорога опасны я бы никогда в жизни по этому мосту не поехал ни на каком поезде ни на какой машине проблема в неустойчивых грунтах и тектонических плитах которые могут разорвать мост среди скептиков относительно надежности моста выступал и георгий росновский он спроектировал два перехода из керчи до косычушка и датаманского полуострова эти инженерные проекты так и остались на бумаге это самое неудачное место выбрана по геологическим условиям от керчи до судоходной части канала гряные грунты прочные на которые можно опираться фундаментами свай на глубине 15 метров а за судоходной части резко падение и коренные грунты на глубине 50 60 метров чем южнее все коренные грунты хуже 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 ниже и вот я делаю там коренные грунты глубине 89 метров порядка чтобы конструкция устояла мостостроители действительно забивали сваи на глубину до 100 метров с целью добраться твердых пород протяжность керченского моста достигла 18 километров он разделен на две параллельные части автомобильную и железнодорожную в каждой свои опоры и свои арки кстати арочные пролеты это самое уязвимое место поэтому во время испытаний им уделяли особое внимание какую гарантию можете дать мосту сколько он простоит ну 100 лет простоит я думаю потому что уверены да уверен абсолютно мы все взвесили все померили все инженеры экологи и так далее так далее если будет сейсминка какая-то трясти то есть сваи установлены таким образом что им это не страшно на видео мостостроитель пётр коваль заметил что российские специалисты проверяли мост только традиционными методами с помощью прогибомера и тензометра традиционные прогибомеры разработки еще советских времен дается так называемая выдержка 15 минут чтобы стабилизировались все процессы в элементах в соединениях так далее и тогда снимаются отсчеты после того как нагрузка снимается фиксируется все произошло ли возвращение в исходную схему если деформации пружинищие это хорошо если деформации остаточные это плохо мостостроитель такие проверки считает недостаточными в качестве примера приводит испытание моста значительно меньшего по размерам чем керченский через реку днестр во львовской области так выглядит отчет здесь помимо традиционных методик использовали еще и сейсмоакустические и акустические методики мы стараемся использовать современные диагностические комплексы например есть такой метод акустической эмиссии именно этот метод дает информацию о том если дефекты в структуре которые в перспективе при эксплуатации могут вести к проблемам их элементах есть также акустико динамические о дополнительных методиках строители керченского моста заявили только в день запуска железной дороги но видео с этими кадрами в открытом доступе нет железобетон готов на сто процентов все образцы испытаны значит каждый метр погонный сварного шва подведена проведена ультразвуковая диагностика на мосту проведены динамические испытания все в порядке в киеве есть автомобильно железнодорожный мост который визуально напоминает керченский его строительством руководил экс-начальник юго-западной железной дороги алексей кривопишин говорит мост тогда проверяли только традиционными методами но с гораздо большей нагрузкой чем сейчас крыму испытывали мост следующим образом значит мы на два пути про порядка двухсот вагонов поставили со щепнем тяжелые тепловозы 2 м62 и проверяли и в динамике и в статике практически накрывалась вся русловая часть была закрыта вагон финале с 20 километров и доводили до 70 в динамике керченский мост вроде бы проверяли на скорости от 5 до 80 километров в час однако на видео есть кадры где поезд движется только медленно километров 10 в час я не знаю какие характеристики у этого моста и какие там технические условия для его испытаний но мост который строил я строила дорога у него заложена конструктивная скорость до 140 километров в час можно ехать пассажирским поездам и грузового 120 километров в час я к нам как по мне для такой россии было немножко мало хотелось бы видеть более серьезные методы исследования мы спросили у экс-министра инфраструктуры украины верит ли он в безопасность конструкции именно в его каденцию строился и запускался керченский мост здесь уже ответственность российской стороны они построили с одной стороны это мега дорогой проект и единственный проект такого уровня в россии за последние 10 лет с другой стороны недавно на ямале несколько ниток газопровода всплыло поэтому все что делают русские это обычно некачественно и заканчивает свою жизнь очень быстро и плохо поэтому надеемся на лучшее но готовимся к худшему железнодорожную часть несмотря на прогнозы скептиков достроили на полтора года позже чем автомобильную серьезных дефектов конструкции пока не обнаружили а делать какие-то окончательные выводы относительно надежности моста независимые эксперты не берутся инженерных данных по строительству или испытаниям в открытом доступе нет помните табличка на поезде в киев симферополь вот первый вагон раньше из киева в крым курсировали 5 поездов теперь по железной дороге в крым можно добраться из москвы за 33 часа и санкт-петербурга за 43 часа цена билета такая же как билет на самолет тоже они первые пассажиры в крым какие у них первые ощущения как выглядят внутри двухэтажные вагоны если вай-фай и вагон-ресторан эта пара приехала в санкт-петербург специально чтобы сесть на крымский поезд в руках флаг общества православных имперских монархистов вопрос не будет ли дешевле на самолете их возмущает а при чем здесь дешевле и все же деньгами измеряется это первый поезд который идет новом тысячелетии единственный неповторимый такого второго больше не будет это огромное счастье наша родина самая великая и самая красивая поезд таврия первый пассажирский который проедет по керченскому мосту длина маршрута санкт-петербург севастополь почти три тысячи километров в дороге 43 с половиной часа стоимость билета в купе в эквиваленте 90 евро плацкар примерно 77 евро но почти за такие же деньги можно за несколько часов долететь в крым надежда едет к друзьям но назад самолетом люблю крым каждый год там отдыхаем самолетом это пожилая женщина из-за травмы не может ходить а кресло застряло в проходе елену павловну из мурманска дочь везет погостить в крыму а сейчас я одного только боюсь моста для людей с особыми потребностями в поезде всего два места купить билет на них не успели в путь тронулись с песнями но без начальника поезда он не успел торжественно докладывал путину на прямой линии догоняйте догнал уже в новгородской области похоже что проводников на маршрут отбирали все молодые и улыбающиеся о критериях отбора ни слова к сожалению не могу разглашать поезде немало журналистов и блогеров и полицейских в отдельном штабном вагоне это игорь автор блога капитан крым для зрителей прошелся по всему поезду на видео блогера видно что в каждом вагоне с десяток свободных мест плацкартных вагонов больше чем купе св нет зато целых два вагона ресторана самое дорогое блюдо в меню бутерброд с лососем примерно 4 евро поезд севастополь пустили обычный не двухэтажный как анонсировали проблема была пройдет ли крупногабаритный транспорт по старым туннелям севастополя но в ноябре протестировали оказалось проходят почему же тогда не пустили в рейс не сообщают здравствуйте а мы вам подарочки принесли а это пассажирам первого поезда дарят обещанные сувениры фирменные подстаканники но они достались не всем странно вот такая штука попалась здесь пауэрбанк с вами хочу поделиться друзья вот такая красота подарки дарят разные по дороге поезд встречают на перроне в ростове играют на баяне российский вальс а в вагоне танцуют по керченскому мосту проезжают поздно ночью все проснулись все хотят увидеть крымский мост о все внизу такое азовско-черное на перроне организована торжественная встреча ансамбль черноморского плота россии с песней легендарный севастополь радости севастопольцев нет границ крымчане в соцсетях такой прием комментировали по-разному кто-то с радостью а кто-то называл показухой а это уже поезд москва симферополь фирменный здесь только купе и с в боролись за этот мост вот мы боролись за крым вот мы его получили этот мост строил строила вся страна валерий павлович сыграл 50 ролей сталина мечтает что после запуска железной дороги отношения украины и россии улучшатся россия это и украина это вот по существу исторически одинаковый народ но песни мы поем украинские тоже хоть в россии живем дивлюсь я на небо дай думку гадаю чему я не сокаю тему не летаю в первом поезде из москвы журналисты блогеры и пассажиры которые хотят увидеть мост а вот павел переселяет мать севастополь давно мечтала в этот город переехать жить ну а сам как только на пенсию выйду я работаю москве тоже переберусь ближе к маме на весь поезд один вагон ресторан впрочем еду там быстро разобрали кроме пива никакого алкоголя не успели получить на него разрешение так вот не получить лицензию это получается всем людям показать что вот как тараса ошибочка это не ошибочка это основная проблема в нашей стране так как я стал где-то бюрократии подарков подстаканников и беспроводных наушников всем пассажирам не досталось даже платные сувениры раскупили дальнейшем таких подарков не будет поезд двухэтажный в коридорах видеонаблюдения двери купе на магнитных карточках в коридоре кулеры купе точки для подзарядки телефонов кондиционер в св повышенный уровень сервиса показывает блогер петровский что мне нравится что телека 2 беспроводная зарядка прям уровень завтра завтрак и ужин который включен уже в эту стоимость билетов наш номер стоит 24 тысячи рублей можете не писать что это дорого я сам вам скажу что это очень дорого резюме блогера комфорт на втором этаже не оправдал себя завтрак который дают это вот такой маленький сыр нищик я бы советовал взять купе и на первом этаже ну не стоит 8 тысяч переплачивать москва сельдерополь прибывает на первый путь встречаем поезд исторический момент по факту незаконной переправки лиц через границу украины российской компанией гранд-экспресс прокуратура автономной республики крым открыла уголовное производство а нужна ли железная дорога крыму или это еще один имиджевый проект путина еще одна стройка века которая станет ненужной сразу же после того как ее открыли мы разобрались это экономика или политика обычный пиар или действительно необходимость экономический проект это позволит соединить крым с регионами россии или политический пиар я уважаю что политика что о железной дороге в крыму говорят россияне не хотели финансировать в республику сахар и путина а крыльях крым что может спровоцировать запуск железной дороги начнется гражданская война это был бы худший вариант летом железная дорога приведет в крым толпы российских туристов убежден украинский эксперт в области транспорта я думаю что для курортного сезона это будет положительный результат уже в мае планируется добавить еще около 10 пар поездов из разных регионов россии в крым если раньше откроют продажу билетов то люди смогут спланировать свой отпуск в крыму и поехать уже на поездах железной дорогой российские власти убивают двух зайцев говорит эксперт дают крыму дополнительных курортников и сшивают полуостров с материковой россией авиация дает только перевозки point to point а поезд например который идет из мурманска или екатеринбурга проезжает почти через 10 областных центров и крупных городов российской провинции по сути это позволит соединить крым с регионами россии экономист ирина косе исследовала технико-экономическое обоснование керченского моста и у нее другой вывод это больше политическая акция как пиар акция присоединить крым к российской территории соединить мостом автомобильным железнодорожным всеми видами сообщения россиянам легче будет приезжать в крым соглашается экономист но цены на полуострове не снизятся то чего ожидают жители крыма а именно снижение цен на продовольствие этого не произойдет потому что как правило такие товары везут не по железной дороге их доставляют автомобильным транспортом автомобильный транспорт уже пошел но снижение цен мы не увидели керченский мост и дорога по нему это больше о политике нежели о выгоде для крымчан уверен экс-министр иностранных дел украины павел клинкин для российского пиара это проект который будут очень активно использовать но ситуацию по крыму он не изменит никак поскольку эти коммуникации под санкциями все равно не будут работать если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию в крыму реальная экономика никуда не развивается поскольку туризм это бюджетный туризм лучшем смысле этого слова русском российском россия использует железную дорогу для замещения населения в крыму считает дипломат теперь еще больше россиян переедет жить на полуостров по данным украинского омбудсмена людмилы денисовой от начала аннексии в крым переселились около 140 тысяч россиян я дуже боюсь очень боюсь что постепенно через этот мост будут перетягивать все больше людей на территорию оккупированного крыма потому видите сначала это были регионы вокруг волги сейчас это очень активно северный кавказ этот древний танец якуты называют асуахай радости люди танцуют потому что путин дал добро на строительство моста через лену в республике саха самое главное наше желание что ближайшие годы мы смогли с вами не чувствовать себя оторванными от большого мира чтобы в любое время года мы могли беспрепятственно уезжать путешествовать ездить к своим родственникам ноябре начали продажу билетов на поезда в крым с опережением графика вот как тогда же в ноябре переправляются через лену в якутии с опережением графика а это апрель когда лед на реке тает местные переправляются автомобилями вклад по государственной программе северный завоз российские власти поставляют северным регионам продукты и вещи первой необходимости мост через лену экономил бы около 63 миллионов долларов в год говорит глава якутии экономисты все соглашаются и наши и федеральные не менее четырех миллиардов рублей только по экономии только по северному завозу колоссальные цифры на крымский мост потратили тоже 4 миллиарда но долларов это примерно 20 миллионов долларов на один километр 15 мая 2018 путин лично открывает автомобильную часть керченского моста садится за руль камаза тот же день журналисты телеканала дождь спрашивают жителей якутска когда им построят мост через лену я думаю что его построить не в ближайшее время через года три-четыре насчет крымских массов и вообще не очень зелено очень нескоро а крымский на смешно что все его достроили уже я слышала что деньги хотели финансировать республику сахар и пути но отправили их крым в экономическом плане строительство моста керченского моста она остановила все строительные работы мостостроительные работы на территории россии мост и железную дорогу в оккупированный крымский полуостров российские власти проложили за пять лет моста к российскому острову сахалин нет до сих пор мост который сто лет который николай второй построил бы в свое время если бы не произошел большевистский переворот мост сахалином но этого этот мост сейчас только говорят что наверное теперь можно будет начать его строительство это экономический аспект мост до сахалина планировали построить во времена николая второго потом сталина в 2017 году спрашивают у путина может через керченский пролив почти построен а мост на остров сахалин когда-нибудь будет строить думаем над этой проблемой конечно это было бы было бы очень полезно для восстановления территориальной целостности стороны в целом стоимость по предварительным оценкам по предварительным она будет должно быть даже ниже чем чем крымский мост соединить сахалин с материковой россией планируют до 2035 года мост и дорогу в крым построили в три раза быстрее такое неравенство раздражает многих россиян говорит социолог игорь чубайс по его данным москва чечня и датируются российскими властями больше всего поляризация она идет постоянно она и в обеспечении разных территорий в расхождении в доходах разных территорий вот вообще это ведет конечно к социальному напряжению и в общем так взрыв если не дай бог произойдет разрыв внутри страны и начнется гражданская война это был бы худший вариант подожди столько оружия столько ядов какое бы значение для россии не имела железная дорога экономическая или политическая она построена незаконно вопреки международным нормам киев назвал керченский мост угрозой национальной безопасности дмитрий евчин игорь токарь александра шевченко алексина дорогань кристина погорелая никита исайка крым реалии это был специальный выпуск крым реалии мы показываем что происходит в аннексированном крыму смотрите нас в youtube и соцсетях до встречи через неделю